Спасибо большое. Уместно будет сделать это здесь, в том числе, потому что среди добровольцев и волонтёров, а они очень часто и достаточно активно занимаются поддержкой людей с ограниченными возможностями по здоровью, так вот среди этих волонтёров большое количество людей, которые сами являются людьми с ограниченными возможностями по здоровью. Они не только своим личным примером показывают, что и как нужно делать, чтобы жить полноценной жизнью, но и других к этому подталкивают, и мне кажется, что они заслуживают особого внимания и особого уважения. А в целом хотел бы сказать, что люди с ограниченными возможностями по здоровью вносят существенный вклад в развитие экономики, науки, культуры, участвуют в общественной, в политической жизни, добиваются потрясающих результатов в спорте, побеждают на престижных международных соревнованиях. И, как я уже говорил своим примером, во всех этих сферах, во всех этих областях показывают нам, чего может добиться любой человек. Пользуясь возможностью, я хотел бы от всей души поздравить победителей и всех участников недавно завершившегося национального чемпионата по профессиональному мастерству инвалидов – Обилимпикс. Они продемонстрировали просто блестящие способности и подготовку, проявили сильный волевой характер. Просто молодцы. Вы знаете, за последние годы был реализован целый ряд мер, направленных на формирование комфортной, безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями по здоровью. Большое внимание уделяется решению вопросов доступности в социальных, транспортных объектах. Сейчас пятая часть учреждения образования соответствует условиям инклюзивного обучения. Мы наверняка будем ещё об этом говорить, и наверняка присутствующие здесь будут делать какие-то замечания и предложения по поводу того, как и что нам нужно делать для того, что уже начато. Развиваются и внедряются уникальные образовательные методики, которые позволяют раскрыть способности, таланты человека с ограниченными возможностями по здоровью. Например, они широко используются здесь, в Российской государственной специализированной Академии искусств. Я, честно говоря, просто порадовался, когда посмотрел, как здесь работают люди. Просто замечательно. Я думаю, что это уникальные учебные заведения, в мире больше такого просто нет. Что, считаю, ещё важным отметить, меняется отношение общества к проблемам инвалидов, становится более зрелым, гуманным, неравнодушным это отношение. Нарушения прав инвалидов, чёрствость к ним вызывают справедливое осуждение и неприятие граждан. И, конечно, представители власти на всех уровнях должны видеть за цифрами программ и планов проблемы конкретных людей, нуждающихся в поддержке. Нам ещё предстоит, безусловно, очень многое изменить, многое сделать, серьёзно продвинуться по таким направлениям, как система медико-социальной экспертизы, вопросы трудоустройства и реабилитации, а также ранней помощи детям инвалидов. Здесь, безусловно, остаётся ещё очень большое количество нерешённых вопросов. Обязательно будем этим заниматься и двигаться дальше. Хотел бы подчеркнуть, эффективными могут быть только совместные, солидарные действия, объединённые усилия органов власти, общественных организаций, волонтёров, о которых я сказал вначале. Только это позволит создать по-настоящему равные возможности для всех. Давайте пообсуждаем все эти проблемы. Пожалуйста, Михаил Борисович. Да? Хорошо. Уважаемый Владимир Владимирович, во время паралимпийских игр в Сочи вы меня как-то спросили, почему я не выступаю на соревнованиях. Тогда я не нашёлся, что ответить. Да, в спорте всё понятно – дисциплина, тренировка. А бюрократические механизмы иногда тяжело преодолеть. При этом получаешь критику от некоторых активистов, которые всё знают, как сделать быстро. Иногда думаешь, правда, почему мы толчёмся на месте. Может быть, и правда не там силы реализуя. Но после этих встреч с горячими избирателями приходишь на тренировку к своей команде, которая расширилась в десятки раз за последнее время. Видишь, как много сильных, целеустремлённых спортсменов среди паралимпийцев. Как стойко они преодолевают все невзгоды. Мы знаем, по каким обстоятельствам. В то же время, благодаря этому кризису в паралимпийском движении, мы стали лучшими среди национальных паралимпийских комитетов в образовательных программах по антидопингу, по мнению экспертов ВАДа. Соглашусь, общество за эти годы сильно изменилось. Посмотрите, как реагируют СМИ, и общественное мнение подхватывает справедливый гнев, если нарушаются права инвалидов. Прокуратура реагирует оперативно. И это просто радует, что мы двигаемся вперёд. Владимир Владимирович, поэтому сейчас я могу точно сказать, что моя деятельность сегодня помогает другим быть активными и в жизни, и на пьедестале соревнований. Да, я не действующий спортсмен, но другим помогаю стать паралимпийцем. Поэтому сейчас о проблемах. Часто в обращениях поднимаются вопросы организации обеспечения средствами реабилитации. При этом мы знаем, что за последние 7 лет финансирование увеличилось в 2,5 раза. Первое. Инвалиды долго не могут получить компенсацию за самостоятельно приобретённое, абсорбирующее бельё, иногда более 6 месяцев. В случае самостоятельного приобретения размер компенсации определяется на основе аналогичного изделия, приобретённого уполномоченным органом, которые закупают его крупными или мелкими партиями. Поэтому размер компенсации не может покрыть фактические расходы инвалидов. Также человек вынужден тратить собственные средства или берёт потребительский кредит. Другой механизм обеспечения – это закупка через конкурсные процедуры. Но часто закупаются коляски, которые человеку не подходят, потому что не учитывают индивидуальные особенности в полной мере. При определении типа коляски не обращается внимание на социальные условия жизни человека. Или он активно занимается спортом, или получает образование, или ежедневно ходит на работу, или ведёт малоподвижный образ жизни. Всё это надо учитывать. Потому что любые средства реабилитации нужны для повышения уровня самостоятельности человека. Поэтому обязательно нужно учитывать социальные показания наряду с медицинскими показаниями при определении средств реабилитации. Прошу дать соответствующее поручение изменить здесь нормативно-правовое регулирование. А что конкретно, Миша, изменить? А там же у нас, когда определяется средство реабилитации, то учитываются противопоказания и показания медицинские. То есть, если у человека там нет ноги до какого-то уровня, вот говорят, что нужна коляска. Но если этот человек ещё и получает образование, или занимается спортом, может ему нужна активная коляска. А если он пожилой, то, может быть, нужна повседневная для малоподвижного образа жизни. Поэтому эти социальные показания важно учитывать. Надо посмотреть, чем человек планирует заниматься и насколько его активность нужно поддержать. Это самая простая проблема, которую можно решить и урегулировать достаточно быстро. Но следующая очень сложная проблема – это процедура закупок. Вы знаете, что у нас всё закупается по 44-му закону, и Всероссийское общество инвалидов, которое я возглавляю вместе с фондом социального страхования, наладили общественный контроль за составлением тех заданий. Следим за тем, чтобы в один лот не объединялись различные типы ТСР. Проводятся лабораторные экспертизы. Участвуем в общественном контроле на стадии выдачи. Одним из решений, например, было до 2017 года закупка колясок до 30% от общей потребности у единственного отечественного производителя, который запустил производство в Тольятти на основе немецких технологий. Этот механизм позволил держать определённый уровень качества. То есть, когда выходят другие, недобросовестные, они ориентируются на лучшее качество. Но этот механизм в 2017 году не был поддержан. Но я думаю, что этот временный механизм всё-таки в 2018 году, в начале года надо поддержать, чтобы реализовать дальнейшее решение, о котором я сейчас скажу ниже. То есть, вы хотите, чтобы было разрешение приобретать у единственного поставщика? Да, до 35%. Но это временная мера. Она действовала на протяжении 5 лет. Но вот это я говорю, что все возможности 44-го закона на самом деле административно уже себя исчерпали. То есть, конкурсные процедуры загнали вообще всю ситуацию борьбы за качество в тупик. Поэтому уже давно обсуждается и найдены дополнительные решения обеспечения техническими средствами реабилитации. Очень важным этапом развития станет внедрение электронного сертификата, который позволит человеку при наличии показаний выбрать на рынке изделия у добросовестного производителя. Это простое решение требовало, конечно, детальной проработки. Мы с коллегами долго обсуждали принцип определения стоимости электронного сертификата. Это ключевая проблема механизма ценообразования. Может быть решена через формирование каталога технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, который будет содержать подробное описание средств реабилитации, включая информацию о ценах. Конечно, этот информационный ресурс должен регулярно обновляться и учитывать мнение всех сторон. И производителей, и основного заказчика Минтруд и Фонда социального страхования, и экспертного сообщества в сфере реабилитации, ну и, конечно, Минфин, как ключевой во всех вопросах. В России для этих целей ежегодно должна проходить Всероссийская выставка средств реабилитации элементов доступной среды. Например, на примере той выставки, которая недавно прошла в Москве, Инваэкспо – общество для всех. В результате реализации электронного сертификата производители и поставщики будут биться не с бюрократическими процедурами, как их обойти, а будут стремиться к качествам привлечь потребителя. С появлением каталога мы должны вернуться к рассмотрению вопроса о включении в федеральный перечень средств реабилитации ручного управления на автомобиль. Автомобиль с ручным управлением позволяет человеку с инвалидностью почувствовать новое качество жизни, а для инвалидов на колясках – это свобода для активной жизни. При этом мы имеем положительный опыт, полученный в ряде субъектов, которые применяли электронный сертификат для своего регионального перечня. Электронный сертификат даст толчок для развития современной революционной индустрии. Прошу поддержать вне введения этого электронного сертификата. К тому же мы всецело поддерживаем недавно утвержденную стратегию развития производства промышленной продукции революционной направленности до 2025 года. Правительство ее недавно утвердило. Впервые предусмотрены меры государственной поддержки новейших разработок в сфере революционных технологий. Маркирование изделий как одна из форм учета рыночного оборота, что в последующем позволит реализовать механизм обмена ТСР на более современные до окончания нормативного срока эксплуатации. Приведу пример. Для спортсмена-паралимпийца высокого уровня спортивная коляска должна быть самой последней моделью, чтобы соревноваться на играх, на равных с другими соперниками. Для начинающих спортсменов могут использоваться модели более ранних выпусков. И мы таким образом сделаем такой оборот качественных средств реабилитации. То есть начинающие будут брать коляски, которые, ну не самые последние, но они могут участвовать. В заключении своего выступления, Валерий Ильич, я приглашаю вас в августе 2018 года на 30-летний юбилей Всероссийского общества инвалидов, которое я возглавляю, которое объединяет полтора миллиона человек, и мы в 82 регионах России. 11 декабря, буквально на следующей неделе, мы проводим учредительное собрание крымской организации. Надеюсь, Аксенов нам поможет и с помещением для ее деятельности. Тем более мы знаем, что правительство очень активно прорабатывает развитие центра реабилитации в городе Саки для спинальных больных. Я видел там и ваше есть поручение, и правительство там отработало. Я думаю, что в будущем это будет хорошая площадка для развития реабилитации. Недавно Всероссийское общество инвалидов разработало стратегию развития организации и определило наши ценности на десятилетия вперед. Равенство, возможность, активность и полезность. Миссия нашей организации – объединять усилия заинтересованных сторон по созданию полноценной жизни инвалидов. Наши организации, следуя этим ценностям, стали самыми активными участниками конкурса на президентские гранты. Но и по сравнению с первым этапом, в два раза больше наших проектов стало победителями. А в сравнении с грантами вообще прошлых лет, в десятки раз. Спасибо вам за поддержку вот этой правильной грантовой деятельности. Именно в таком формате я там активно тоже участвую, где каждый может проявить себя. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Ну вот сначала по вопросам, которые вы подняли. Компенсации за приобретенные изделия, значит, самостоятельно приобретены конкурсные процедуры, средства реабилитации. Это учитывать социальные показания. Ну а вот социальные показания, как их определить? Вот это просто пожелание получается. Социальные показания, ну да, это такой субъективный фактор, но у нас же медико-социальная экспертиза, когда общается с человеком, то она видит его активности и органы социальной защиты, которые видят, чем он занимается. Ладно. Значит, вот смотрите, у единственного поставщика вы настаиваете на том, чтобы было такое разрешение на какое время? Ну хотя бы на один год, потому что это… На 2018 год? Да, хотя бы. Ну я согласен с Михаилом Борисовичем. Дело в том, что надо поддержать этого своего национального производителя. Если его не поддержать, то тогда, так выражаясь профессиональным языком, рынок не будет обеспечен, он тогда не сможет просто развернуться. Главное, чтобы не затягивалось и в начале года такое решение было. Давайте, вы можете, если вы не против, я подпишу. Там процедура такая, что я должен согласиться, а правительство оформляет. Я готов это сделать, давайте сделаем. Теперь, ну самое главное, то, что Михаил Борисович предложил, это электронный сертификат. Это решит сразу многие вопросы, в том числе и тех, с которых вы начали, имеется в виду компенсации и так далее. Почему? Потому что, насколько я понимаю, это даст возможность человеку самому определять, что и как покупать. И тогда и конкуренция будет совсем другая, и меньше будет бюрократических процедур, не нужно будет бегать за всякими справками, бумажками, а то, что выходить с сертификатом и так далее. Значит, в некоторых регионах Российской Федерации такие сертификаты уже вводятся. В Перми, в частности, и, по-моему, еще где-то. В Москве? В Москве, да. На региональной перечне. Да, в Москве, в Москве. В Московской области тоже там. Поэтому, в общем и целом, поскольку такая практика уже есть, надо ее просто расширять, надо посмотреть, как она работает. Вот здесь и каталогизация нужна, и информационные ресурсы должны быть расширены. Хотя такой информационный ресурс создан, он работает, его нужно просто совершенствовать и расширять. А в принципе, такой ресурс есть у нас уже. Вам спасибо за предложение за выступление. Вот Александр Николаевич сказал, что если он не задаст вопросы какие-то или не выступит, то ему студенты не простят этого. Во-первых, хочу вас поздравить с тем, как у вас организована работа в вашей академии. Ну и, конечно, предоставляю вам слово. Пожалуйста, Александр Николаевич. Владимир Владимирович, действительно, мои студенты, студенты нашей академии, преподаватели, конечно, хотели прежде всего выразить слова благодарности за этот визит и за это совещание очень важное, интересное. Ну а самое главное, наверное, все-таки за те изменения, о чем они говорили, которые произошли последние пять лет в области создания доступной среды. Действительно, произошли огромные изменения. Ведь у нас учатся дети из 56 регионов, и все время об этом говорят, что вот раньше многое, в том числе и в образовании было недоступным, и сейчас вот все меняется. Мы бы хотели просить вас, и прежде всего студенты, конечно, о том, чтобы эта работа как-то была продолжена. И мне кажется, что мы в этом плане еще очень многое можем сделать. Ну, есть и такие проблемы, и более, может быть, локальные. Вот Российская государственно специализированная академия, она в двойном таком подчинении. Мы подчиняемся напрямую Министерству культуры, а финансирование идет из Министерства образования. Я хотел бы, вот обращаясь к вам, выразить точку зрения не только преподавателей нашей академии, но и всего сообщества, образовательного сообщества. Мы бы хотели, чтобы финансирование также шло через Министерство культуры. Потому что все, что касается... Думаете, что больше получится? А вот нет, там ситуация другая. Вот Ольга Юрьевна сидит, мне очень приятно, что Ольга Юрьевна здесь как министр, и она хороший министр. Но вот что касается финансирования, поверьте, мы там чужие. Мы там чужие. Я только совсем недавно в Петербурге встречался с детьми культуры, они все то же самое ставят такой вопрос. Действительно, мы там не потому, что что-то там плохо. Во-первых, у нас проблемы. Например, наша академия. У нас два студента, а на два студента один преподаватель. В это время Министерство образования активно проводит идею такую, чтобы было на 10 студентов один преподаватель. Но тогда надо нас закрывать. И все наши достижения, это пустой звук сразу превратится. Надо как-то этого избежать. Это первая важная проблема, потому что она как бы общая. Другая проблема. Вы сегодня как-то очень лестно о нас высказались и говорили о грантах. Вот вашим указом определено, что 99 учреждений культуры и образовательных учреждений имеют эти гранты. Сама идея выделения грантов, она действительно плодотворная. Многие борются за гранты и создается вот эта соревновательность, ради которой, наверное, и эта идея была порождена. Но мне кажется, что мы тоже уникальны, наш ВУЗ. Мы действительно единственные в мире. И второе, ну до стата не хватает одной организации. 99 уже вашим указом учреждены. Если будет 100, по-моему, для ровной цифры. Если бы нам такое решение будет в отношении нас объявлено, мы бы просто счастливы были. Ну и последнее. Вот когда создавался наш ВУЗ, это было такое прорывное решение, потому что ничего в мире подобного не было. И мы сейчас можем сказать, что нашими профессорами наработаны такие колоссальные методики, педагогические технологии, которых нет ни на Западе, нигде в мире. Они есть у нас. У нас ведь не просто инклюзивный ВУЗ, у нас обратная инклюзия. У нас здоровые, их всего 40%. Получается, что вот это вкрапление в среду идет в инвалидную среду. И в результате мы смогли избежать и вот этой резервации, простите за этот термин, когда опасаются, что собираются только одни инвалиды. Здесь и здоровые инвалиды, но здоровых чуть меньше. И вот эта интересная формула обратной инклюзии, она дает колоссальные плоды, наработанные интересные методики. Но наши студенты работают преподавателями, наработают почти 93%, нашли свое место в этой жизни, работают, не просят, не стоят в метро и не попрошают еще, что называется. Стали социально активны. Но тут есть какая проблема. Вот все-таки мы ВУЗ искусств, и у нас очень много появилось выпускников, которые непосредственно искусством занимаются. Они выступают в коллективах, создается вот в частности, здесь есть оперный театр, здесь есть инклюзивный жестовый театр, здесь есть симфонический оркестр, где половина слепых, половина ребят здоровых. Здесь есть оркестр народных инструментов, тоже с таким же соотношением, картинная галерея. У нас какое обращение к вам? Мы хотели бы просить вас помочь нам в создании инклюзивного дома искусств. Вот, по-моему, такая ситуация назрела, и это бы отвечало вообще-то к развитию этой тенденции вообще в мире. Вот, например, недавно приезжал симфонический оркестр из Кореи, из Южной Кореи. 50% было здоровых людей и 50% было слепых. Концерт проходил в зале Чайковского, в Филармонии 2, и это было восхитительно, это было по-настоящему такое культурное крупное событие. Мне кажется, что вот создание подобных коллективов, как оперный театр, инклюзивный, как жестовый театр в этом Доме искусств, по-моему, было бы тем вторым прорывом, который бы обеспечил и дальнейшее развитие этого дела. Мы издание присмотрели. Вот есть кинотеатр «Ударник», много лет стоит без движения. Мы бы просили вас дать такое поручение, чтобы этот кинотеатр преобразовать в такой инклюзивный, профессиональный Дом искусств. Это было бы и не только такое решение, я бы сказал, во славу или во благо инвалидов, но и, по-моему, это был бы такой мощный показатель заботы государства об инвалидах и в таком вот, я бы сказал, в профессиональном направлении. Многие получили бы работу, такую настоящую исполнительскую деятельность, не педагогическую, не работу в инклюзивных коллективах. Вот в двух словах. Ну и ещё раз хочу в завершении поблагодарить и участников совещания, ну и, конечно, вас за это большое внимание к теме инвалидов. Спасибо вам. Спасибо. По поводу подчинённости ведомствам, ну мы подумаем ещё, это должно быть общее решение, если оно состоится. Это должно быть общее решение, касающееся не только вашего учебного заведения, но и других учебных заведений, работающих в области подготовки кадров в искусстве. Вот мы подумаем над этим. Что касается дома, дома, инклюзивного дома искусств, тоже это хорошая идея. В кинотеатрах «Ударник» наверняка это московская собственность, почти на 100%. Мы интересовались, может быть, Владимир Ростиславович, он скромно молчит, но он в курсе, кому что принадлежит. Нет, 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 он имуществом не занимается, или занимается только в части его касающейся. Поэтому я почти уверен, что это московская собственность, но мы с Сергеем Семеновичем поговорим, и он очень быстро откликается на подобные вещи. Я думаю, что надо проработать и надо бы сделать дело хорошее. И здесь нужно, конечно, наращивать нам так же усилия, как и по вопросам технической реабилитации, технических средств, о чём говорил Михаил Борисович. Мы за последнее время, кстати, здесь многое сделали. У нас показатель уже 87 с лишним процентов обеспеченности, но целевой показатель 93-95 должен быть. Поэтому у нас ещё есть над чем работать. Ну и в вашей сфере тоже. Посмотрим обязательно. Мне кажется, это хорошее предложение проработаемое. Что касается грантов. Гранты создавались всё-таки не под те цели, которые его назвали. Они создавались для того, чтобы создать хотя бы элементарные условия и денежные доходы нашим ведущим коллективам, для того, чтобы их сохранить в условиях, когда они просто не получали заработную плату или получали её совсем не того уровня, на котором находится их мастерство. И поэтому, поскольку страна у нас открытая, а рынок труда, особенно в этой сфере, является глобальным, то их легко было переманивать куда угодно, в любые коллективы, в том числе и за границей. Мы таким образом просто приостановили отток и создали условия для того, чтобы люди могли на родине работать и радовать своих зрителей, слушателей. А потом постепенно этот грантовый способ материального обеспечения деятелей культуры начал расширяться, 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 приобрёл несколько другие очертания и первоначальный смысл стал утрачиваться. Но это не важно, а важно то, что это тоже один из инструментов поддержки культуры. На этом ещё тоже подумаем. Спасибо. Вам спасибо большое. Киселёв Михаил Сергеевич. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Как говорят в сообществе, я не так давно в травме. Я её получил чуть более полутора лет назад на одной из спортивных тренировок и теперь постоянно передвигаюсь на инвалидной коляске. Чем занимались? Я увлекался много спортом. Моя задача как командир старого отряда должен мотивировать молодёжи к спорту. Я пробежал даже свой марафон полный, 42 километра с 95 метров. Получил травму на батуте, перекрутил сальто на втором обороте, упал на шею, получил травму четвёртого шейного позвонка. Благодаря своей семье, простым бойцам, студенческой, друзьям, я активно, достаточно быстро вернулся в активную фазу и продолжаю заниматься сегодня общественной деятельностью. Ввиду этого я достаточно много езжу по городу, по стране и вижу действительно позитивные изменения с точки зрения создания безбарьерной среды. Сегодня человек с особенностями просто летает на самолёте. Я бы хотел отдельно выделить компанию Аэрофлот и аэропорт Шереметьево, потому что у них есть чему поучиться нашим региональным коллегам. Лично на себе испробовал сервис российских железных дорог и, честно вам скажу, мне приятно удивил, хотя я понимаю, какая это глобальная большая инфраструктура. И сегодня действительно при той работе органов исполнительной власти бизнес стал активно включаться в эту чрезвычайно важную сферу. И мне кажется, что в большинстве случаев это создано при большой работе государственной целевой программы «Доступная среда», которая рассчитана на 2011-2020 годы. Но что мне хочется очень важно отметить для всех граждан, которые смотрят, что правильная созданная доступность, она ведь помогает не только инвалидам, она помогает вообще большим слоям нашего населения. Это и пожилым людям, это и людям, которые временно получили травмы, да это молодым семьям с детьми, которые вот на колясках, это тоже очень сильно помогает. В своей деятельности доступная среда в деятельности общественной палаты, вообще Российского народного фронта, занимает одно из чрезвычайно важных направлений. И здесь наши эксперты, да и мы сами, знаете, порой там руками прощупываем эти объекты, ну где-то и колесиками проезжаем и видим правильность создания. Это позволяет нам где-то подталкивать органы государственной власти, где-то совместно вносить коррективы в действующие нормативные акты, где-то ускорять процесс создания этой доступной среды. Ведь стоит действительно заметить, что есть иногда справедливые нарекания от средств массы информации, от самих инвалидов, что где-то этот процесс не так скор, как им бы хотелось, где-то это кто-то создает формальность в этих решениях, и не все барьеры устраняются. На сегодняшний день у органов бесплатной власти в субъектах разработаны дорожные карты по поэтапному созданию доступности. Но знаете, что в некоторых регионах они рассчитаны на 25-й, а где-то и 30-й годы. И вот чтобы эта положительная тенденция сохранилась, все-таки все те важные объекты здравоохранения, спорта, культуры все-таки были дооборудованы, мне бы хотелось попросить вас, Владимир Владимирович, от всех особенных людей принять решение о продлении столь важной программы «Доступная среда» как минимум до 2025 года. У нас до 2020 года она здесь. Она до 2020. Я попросил вас от всех продлить ее до 2025 года. Со своей стороны, как Общероссийский народный фронт, Общественная палата, мы готовы с экспертами подключиться к проработке этой программы и наполнить ее большим содержанием на основе того опыта, который появился за время реализации этой программы. Также хотел бы и вас, и, может быть, дать поручение органам исполнительной власти, которые создают сегодня другие программы, такие как важная программа «Комфортная городская среда», чтобы уже сегодня учитывали особенности людей, таких как глухих, слепых, людей на колясках, чтобы когда создастся эта «Комфортная городская среда» и не только другие программы, нам ничего с вами в процессе не пришлось переоборудовать, и выделить дополнительные бюджетные средства на изменения, а чтобы она сразу была уже создана правильно для абсолютно всех слоев населения. Ну и в завершение своего, Владимир Владимирович, я хотел бы благодарить лично вас, потому что мы видим, как изменилось, и вы это подчеркнули в своем выступлении, взгляд общества на людей с особенностями. Я бы хотел благодарить вас за то, что вы лично создаете этот тренд равных возможностей, в нашем обществе. Спасибо большое. Спасибо за добрые слова, но сделать ещё нужно действительно очень много, хотя программа у нас началась в 2011 году, и за это время действительно какие-то позитивные сдвиги произошли. Мы говорили в начале 2000-х о необходимости запуска программы инклюзивных школ. Вот постепенно, постепенно, Махаи так раскручивается достаточно медленно, но всё-таки за последние несколько лет в восемь раз увеличилось количество инклюзивных школ. В восемь раз. А количество передач с ордопереводом в пять раз возросло по различным средствам массовой информации. Но и этого, конечно, ещё явно недостаточно. Надо точно продлить программу с 2020 до 2025 года. Это первое. Второе, её нужно интенсифицировать, чтобы это всё-таки не было растянуто на вечные времена. И для того, чтобы решить эту вторую задачу, тоже согласен с вами, вот в новые программы, вот у нас там и программы обустройства среды, дворовых пространств и так далее. Их много, на самом деле, всё больше и больше появляется. И мы стараемся их обеспечить тоже финансированием. Изначально нужно делать так, чтобы учитывались потребности людей с ограниченными возможностями по здоровью, как вы сказали, особенных людей. Это вообще там копейки всё стоит. Это недорого. Вопрос во внимании. Если это делать, вот переделывать, может быть, сложнее, ломать, а потом заново что-то делать, это, наверное, дороже стоит. Лучше делать сразу изначально. Так же, как мы когда-то в Сочи, когда готовили к Олимпиаде, сразу готовили к Паралимпиаде. Всё сделали изначально. И там это есть. Вот так нужно делать везде. Это точно. И так и будем делать. А программа продлина до 25-го года. Спасибо большое. Спасибо вам. Юрий Александрович Жюлев. Владимир Владимирович, спасибо огромное за возможность рассказать о тех проблемах, которые существуют. Я представляю пациентское сообщество, и мы на стыке системы здравоохранения и медико-социальной помощи и поддержки. Хотелось бы остановиться на системе самой медико-социальной экспертизы. Первое, о чём я хочу сказать, что гражданин, который попадает в эту систему, он сталкивается с необходимостью сбора достаточно большого количества бумаг. В основном это медицинские учреждения. Затем гражданин идёт в бюро, выясняется, что чего-то не хватает, что-то не так написано, и он возвращается в поликлинику. И, к сожалению, мы сталкиваемся с ситуацией, когда это повторяется многократно. Наше предложение заключается в том, что необходимо выработать механизм прямого документа оборота между ведомствами, между бюро и учреждениями здравоохранения. В дальнейшем, когда система будет готова, конечно, идеально это внедрение электронного документа оборота, потому что это современные технологии. Всё это позволило бы и, с одной стороны, повысить удобство, комфортность системы, но и, самое главное, её, собственно говоря, эффективность, потому что гражданин должен прийти один раз уже на подготовленную, так скажем, почву с формированными документами, которые бы позволили бюро медико-социальной экспертизы принять решение. Следующий волнующих нас вопрос – это ситуация, когда гражданин имеет проблемы со здоровьем, и врачи, и эксперты бюро понимают, что, к сожалению, ничего кардинально изменить в состоянии здоровья невозможно. Но при этом действующая нормативная база говорит о том, что такому человеку приходится многократно всё равно ходить и пересвидетельствовать, проходить пересвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы. Наше предложение заключается в том, что нужно доработать эти перечни заболеваний, при которых достаточно будет одного освидетельствования до 18 лет и одного освидетельствования для получения бессрочной инвалидности. На наш взгляд, это, безусловно, снимет социальное напряжение, потому что люди иногда не понимают, не рассосётся у них это заболевание, простите за такое слово. И врачи это понимают прекрасно, но сделать ничего не могут. Мне кажется, что мы этим и снизим вот такое недовольство, и с другой стороны мы разгрузим саму систему медико-социальной экспертизы. Это вот второй вопрос. Третий момент. Существует индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида. Крайне важный документ, и зачастую инвалиду неоднократно нужно вносить изменения в эту программу. Сейчас в любое внесение изменений в эту программу влечёт за собой практически полный цикл освидетельствования, полный цикл, включая рассмотрение самого факта инвалидности, что, конечно, людей и отпугивает, и самое главное, отнимает время как у самого человека, так и у работников, и у бюро. Наше предложение разработать упрощённый порядок внесения изменений в программу ИПРА без полного цикла, без хождения по этим кабинетам. Ну и, наконец, заключительный, но не менее, на мой взгляд, важный вопрос. Это политика большей открытости работы бюро медико-социальной экспертизы. Сейчас, мы знаем, формируются общественные советы при бюро, и мы считаем, что, безусловно, мы создаём общественные советы не ради того, чтобы создать совет, а всё-таки в качестве очень важного инструмента общественного контроля. В этой связи мы считаем, что, конечно, формирование этих общественных советов должно проходить среди целевых групп. Это общественные организации, инвалидов, пациентские сообщества, другие, так сказать, заинтересованные социальные группы. Поэтому вопрос формирования этих советов и деятельностей должен быть под пристальным вниманием, и мы здесь готовы, безусловно, оказывать всяческое содействие. В заключении хочу сказать, что, собственно, то, о чём я говорил, уже обсуждено на двух очень авторитетных и важных для нас площадках. Буквально на прошлой неделе состоялся восьмой Всероссийский конгресс пациентов, на котором, в том числе, вот эти предложения вошли в его резолюцию. И в рамках деятельности комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов создана соответствующая рабочая группа, и вот эти предложения прошли очень детальное такое обсуждение и представителей общественных организаций, и экспертов. Благодарю вас за внимание. Вот я начну с того, чем вы почти закончили, завершили. Открытость общественной комиссии полностью поддерживает. И надо это развивать, и всячески с уровня администрации будем этому способствовать. Но так же, как и на других площадках, там общественной палате, и в Думе, и в региональных органах власти, и в законодательных органах. Абсолютно правильно. Люди будут чувствовать свою сопричастность к этому процессу. Первое. И второе, будут понимать, что реально происходит, где какие-то возможности открыты, а где ещё надо, дать им нужно поработать. И контроль. Вот это абсолютно. Вы начали фразу, я уже написал здесь. Контроль со стороны общественных организаций. Контроль и обратная связь. И вы закончили. Я услышал эту фразу, которую я уже начал писать, поэтому полностью разделяю. Значит, вот есть проблема, которую вы тоже затронули. Люди боятся просто обращаться за индивидуальными программами реабилитации и абилитации, потому что это требует вот этого прохождения вот этого сложного процесса переосвидетельствования. И это тоже надо поменять. Ну и электронный документоборот нужно наладить. Это абсолютно точно. Здесь вот мне Сергей Владимирович шепнул, уже провели консультацию между министерствами и ведомствами. Такая возможность есть между Минтрудом и Минздравом, но вам нужно будет наладить электронный оборот документов здесь. Это, конечно, отдельная программа должна быть создана, требует финансирования. Не думаю, что это запредельное финансирование, нужно просто это сделать. Людям и так тяжело, у них и так ограниченные возможности по здоровью, а мы ещё заставили им бегать туда-сюда или ездить на колясках с места на место и ходить там в очередях стоять. Поэтому вот это точно совершенно в современном мире должно быть организовано. Надо программу сделать. Максим Анатольевич и Вероникин. Программу сделать. Ладно? Сделать. Вот. Это всё делается легко. Надо только этим заняться. Ну и, наконец, бессрочная инвалидность. Ну, конечно. Ну, конечно, давно пора уже это сделать. Ясно, что всё время опасения у органов власти, что здесь могут быть какие-то злоупотребления. Ну, какие злоупотребления, если человека, конечно, отсутствует? Ну, чего там говорить-то? Есть вещи очевидные абсолютно. Поэтому нужно это сделать. Руслан Владимирович. Витринюк. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Мы сняли художественный фильм «С одной вершины», посвящённый спортсменам-паралимпийцам. Фильм о мужестве, о преодолении – это современная повесть о настоящем человеке. В нашей стране много сильных людей, а паралимпийцы – это настоящие герои нашего времени. В процессе создания фильма мы общались со многими из них. И сегодня здесь присутствует паралимпийский чемпион, ставший главным консультантом нашего фильма Михаил Терентьев. А также в зале находится двукратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион России, Европы и мира Алексей Мошкин. Мне сказали, он напротив меня находится. В основу сценария легла реальная история из его жизни. Наш фильм очень эмоциональный, мотивирующий и патриотичный в правильном смысле этого слова. Он рассказывает о современном герое, который живёт среди нас. И это живой пример для сегодняшних подростков. Мы показывали фильм детям-инвалидам из лиги по слэш-хоккею и паралимпийским чемпионом. Инга Медведева, Алексей Обыдинов, Сергей Александров и другие паралимпийцы считают, что фильм нужно показывать для поднятия духа нашим спортсменам. Также мы показывали наш фильм на проектории в Ярославле, в Балтийском Артеке, на всероссийских детских центрах «Орлёнок» и «Океан», на форуме волонтёров Победы и на фестивале молодёжи и студентов в Сочи, где ребята выступили с инициативой написать вам письмо с просьбой поддержать выход фильма, чтобы его увидела вся страна. Эту же инициативу поддержали в «Океане» и на форуме российского движения школьников. Везде фильм буквально поднимал зал. Люди всегда испытывают гордость за наших спортсменов, за нашу страну. И нам после фильма многие подходят и со слезами, с эмоциями обнимают, говорят, что после фильма вырастают крылья и хочется жить. Фильм мотивирует на преодоление трудностей и настребление к своей мечте. На проектории просто молодой парень после фильма встал перед всем залом и сказал «Я сам ампутант и теперь знаю, что всё будет хорошо». Владимир Владимирович, учитывая социальную значимость проекта, создание фильма частично было поддержано государством. Нас поддержали Министерство культуры Российской Федерации в лице Владимира Росиславовича Мединского, «Внешэкономбанк». Но сейчас, чтобы фильм дошёл до максимального количества зрителей, мы хотели бы выпустить его в широкий прокат и просим вас поручить Фонду кино поддержать фильм в прокате, который запланирован нами на конец февраля 2018 года. Дата выбрана не случайно. В связи с последними событиями, связанными с запретом наших спортсменов выступать на Олимпиаде и в преддверии Паралимпиады в Корее. Выход фильма может стать важной и серьёзной поддержкой для наших ребят. Но и перед выходом и во время проката фильма мы обязательно будем продолжать специальные показы и встречи с паралимпийцами в регионах, где они смогут выступать, рассказывать свои истории, что послужит неким таким объединяющим фактором не только для всего паралимпийского сообщества, но для всех спортсменов, потому что их победу украсть невозможно. И именно такие слова есть в нашем фильме. Владимир Владимирович, мы бы очень хотели, чтобы вы посмотрели наш фильм, и мы уверены, что ваше мнение будет определяющим в его дальнейшей судьбе. Спасибо вам большое. Спасибо. Обязательно посмотрю. И всё равно, когда вы это сделаете, в январе, феврале. Вот меня Михаил Борисович пригласил на мероприятие в августе. Вы меня в каком качестве пригласили? В личном качестве пригласили? Потому что у нас в марте на поле выбора. Вот человек приглашает в феврале. В феврале я ещё могу. То есть на 100%. Вы же сказали, что решает народ, поэтому я сейчас вас приглашаю в личном качестве. А там уже как народ решит. Спасибо. Вот, замечательно. Мы с вами посмотрим этот фильм с удовольствием. Ну, как часто я это делаю в Кремле, в феврале договорились. И Владимир Ростиславович услышал, наверняка поддерживает. Вы поддерживали, фонд кино поддерживал при… Нет, Министерство культуры поддерживал. Министерство культуры поддерживал, но мы решим, с прокатом мы уже договорились. Ну, конечно, надо через фонд кино, если потребуется. Из других источников можно это сделать. И вообще нужно вот такие фильмы, ну, не только фильмы и все другие произведения искусства. Надо поддерживать самым активным образом. И фонд кино может поддержать такие вещи в будущем. Конечно. Вот, Алексей Владимир Ростиславович, действительно. Вы, когда в Лилихаммере трассу прошли, вы действительно с двумя переломами приехали у них? В смысле? Ну, я вообще на протезах стартую. Ну, ну, ну. А заключительные паралимпийские игры в 2002 году стал бронзовым призёром ещё в дополнении с переломами. Я про это и говорю. То есть вы же даже с переломом уже соревновались, нет? Ну да. А ещё показали ключицу, что ли, с нами или чего? Ключицу, ребро и лопатку. Надо заключить. Владимир Владимирович, я можно дополню? Да, конечно. К сказанному. Вот буквально недавно началось движение «Нет России, нет игр». Я поддерживаю его. Я думаю, что его поддерживает всё спортивное сообщество. И с ребятами, со своими друзьями, единомышленниками. Давно уже такой план зрел у меня, назревал у нас. Сделать небольшой мастер-класс. Ну, наподобие мастер-класса, ну, не как хорошо кататься на горных лыжах, а как жить в сложных, ну, в сложной жизненной ситуации. Ну, так как сейчас начался горможный сезон, послезавтра я уезжаю в Сочи на вкатывание. Где-то около двух недель. Затем будет открытие в Белокурихе спортивного сезона, куда ребята приглашают выступить с показом фильма, с закрытым и с небольшим мастер-классом. И дальше заеду к себе на родину в Шерегеш перед Новым годом. И как всё это отработает, посмотрю, и из этого будем уже исходить о дальнейшем проведении таких мероприятий. И я думаю, что коллеги-паралимпийцы меня поддержат в этом. Спасибо. Спасибо вам. А вы в Сочи где катаетесь? Сейчас будет, наверное, горкий город, но были и на Роспроме, и на Розе Хутор съёмки были. То есть покатался везде. Продолжаете? Конечно. С удовольствием составлю вам компанию на склоне поскользить. Я как раз и хотел вам это предложить. Но если график позволит, мы с вами это сделаем обязательно. Хорошо. Спасибо большое. Почти туда за счастье. Словились. Обязательно. Так. Какие-то ещё есть? Прошу. Елена Петровна. Елена Петровна Лоско. Президент Федерации спортивных танцев на колясках. Чемпионка мира, заслуженный тренер России. Благодаря фонду президентских грантов мы в этом году смогли провести Кубок континентов, международные соревнования по танцам на колясках, куда приехали нас поддержать многие международные команды, не взирая на запрет международного пролимпийского комитета. А для нас, российских танцоров на колясках, это стали единственные в этом году международные соревнования, где мы смогли помериться своим мастерством с иностранными командами. В 2015 году до вступления санкций наша команда, сборная команды России по танцам на колясках, заняла весь пьедестал почета, поэтому мы стараемся держать эту планку. И как старший тренер сборной команды страны, хочу сказать, что у нас есть, конечно, проблема в том, что мы пока не входим в программу паралимпийских игр, поэтому не получаем стабильного финансирования государства, но буквально 22 ноября пришла замечательная новость. Наш вид спорта сейчас включен в кандидаты на проведение паралимпийских игр 24-го года в Париже. Поэтому задумываясь о том, что нужно сегодня уже готовить юное поколение, нужно поддерживать и иметь мотивацию для нашей сборной, которая есть сегодня, а у нас в составе 5 заслуженных мастеров спорта, это люди с инвалидностью первой группы. И стоит такой вопрос, каким же образом сейчас продержаться до финансирования государственного, стабильного, поэтому ищем и ждем партнера какой-либо крупной, может быть, корпорации, потому что социальный имидж мы готовы сделать. Мы умеем танцевать, мы любим танцевать, и я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить Ольгу Юрьевну. Она была у нас на чемпионате России по танцам на колясках и сама наградила наших спортсменов, что для них стало таким серьезным событием в жизни. Но чтобы продержаться, нужна такая поддержка. Ольга Юрьевна, во-первых, хочу сказать, что у вас очень красивый вид спорта. Он действительно очень красивый, изящный. А поскольку Ольга Юрьевна проявляет к этому интерес и слышит эту проблему, она нехти какая великая эта проблема, большая. Думаю, что мы найдем с ней решение, чтобы поддержать федерацию. Тем более, что есть такие хорошие перспективы. Что-нибудь придумаем. Ладно? Спасибо большое. Вот. Да. Пожалуйста, Александр Александрович. Лысенко Александр Евгеньевич, научный руководитель автономной некоммерческой организации «Национальный центр проблем инвалидности». Уважаемый Владимир Владимирович, последние исследования нашего центра показали, что 81% респондентов молодых с тяжелой инвалидностью считает себя активными людьми. Они уверены, что потенциально могли бы приносить намного больше пользы, если бы были ликвидированы трудности, которые ограничивают их активность. При различных заболеваниях, которые ведут к инвалидности, врачи подчас творят чудеса и добиваются очень высоких медицинских результатов. Но важно дополнить систему здравоохранения и добиться социальных результатов. Сделать так, чтобы люди с инвалидностью активно включались в различные жизненные ситуации, решали повседневные задачи и в целом, чтобы улучшалось качество их жизни. Инструментом достижения социального результата является комплексная реабилитация, направленная на восстановление способностей к различным видам жизнедеятельности. Сегодня реабилитация относится к полномочиям регионов. И региональные институты реабилитации часто работают не координированно, опираясь на достаточно устаревшие методы. Результаты их работы могли бы быть намного лучше. Между тем речь идет о судьбе как минимум 7-8 миллионов инвалидов, из которых примерно полмиллиона это дети инвалидов. Масштабность проблемы заставляет подумать о принятии принципиально новых стратегических решений в развитии системы реабилитации. Вот что необходимо сделать для того, чтобы вывести ее на принципиально новый современный уровень. Считая, что в существующей системе социальной реабилитации отсутствует важное звено, которое должно обеспечить ее целостность, методическое единство, консолидацию и тиражирование лучших практик. В связи с этим полагал бы целесообразным создать в нашей стране федеральный центр комплексной реабилитации инвалидов, как это сделано во многих странах мира. Хочу подчеркнуть, я не имею в виду строительство нового центра. Это потребует длительного времени, а результат вообще нужен уже сегодня. В ведении Министерства труда находятся крупные имущественные комплексы в Москве и в Санкт-Петербурге, которые обладают крупными клиниками. Безусловно, создание на базе одного из них федерального центра потребует определенного переформатирования, насыщения новыми формами работы. Но это и должно стать тем самым импульсом для развития системы комплексной реабилитации. Полагаю, что федеральный центр должен также заниматься комплексной реабилитацией и абилитацией детей-инвалидов, стать методическим центром в сфере ранней помощи и подготовки детей-инвалидов к самостоятельной жизни. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за постоянное внимание к детской теме. Благодаря вам была сформирована основа ранней помощи и внедрена ранней помощь детям с отклонениями в развитии. Ну и, конечно же, благодарю за очень ожидаемую со стороны семей с детьми-инвалидов ваше решение по основным направлениям поддержки материнства и детства в рамках десятилетия детства. Безусловно, одновременно с развитием реабилитационной реабилитационной инфраструктуры потребуется усовершенствовать правовое регулирование в системе реабилитации, разработать и внедрить реабилитационные стандарты, возможно, ввести должность главного внештатного реабилитолога по аналогии с такими должностями, которые имеются в системе здравоохранения. Ну и, наконец, конечно, государство должно стать партнером и наставником для развития НКО, который предоставляет реабилитационные услуги детям и взрослым. С учетом сказанного, прошу вас поручить правительству Российской Федерации проработать вопрос о создании Федерального Центра комплексной реабилитации инвалидов, а мы, общественная организация, общероссийский народный фронт, экспертное научное сообщество, конечно, готовы быть опорой и ресурсом для воплощения этих планов в жизнь. Спасибо. Александр Евгеньевич, безусловно, что касается работы с детьми, то она должна начинаться как можно раньше. У нас в структуре инвалидности от семи, по-моему, до семнадцати лет, к сожалению, больше всего детей инвалидов в этом возрасте. И чем раньше с ними начинается работа, тем лучше. Нужно создавать центры, и сейчас я вот о вашем предложении скажу отдельно, но нужно создавать команды такие профессиональные, которые бы включали в себя и врачей, и психологов, и педагогов. И нужно здесь, вот в регионах, и в центре, и в регионах нужно создавать такие команды. Первое. Второе. Нужно центр абилитации и реабилитации приближать к людям. Чем ближе, тем лучше. На уровне муниципалитетов они должны работать. И это должно быть доступно для людей. Я к чему? К тому, что я не говорю, что ваше предложение, оно нереализуемо или не нужно. Наверное, и нужно с точки зрения, как методический центр. Наверное, он будет востребован, такой центр абилитации и реабилитации. Но прежде всего правительство и регионы, региональные власти должны думать о том, как к людям подвинуть вот эту систему поддержки людей, которые нуждаются в этой поддержке. Ну а вот федеральный центр, ну, наверное, как вы сами сказали, методический центр, который бы осуществлял, если нужно, помог методически, помог информационно, это, может быть, и было бы целесообразно. Нужно, чтобы Минтруд над этим, как следует, подумал вместе с другими коллегами из, как у нас говорят, заинтересованных ведомств. Это и с Министерством образования надо поговорить, и с Министерством здравоохранения. Спасибо. Ведение хорошее. Олег Николаевич. Смолин. Уважаемый Владимир Владимирович, Смолин Олег Николаевич, занимаюсь законодательством о защите инвалидов уже в восьмом российском парламенте. Иногда, говорят, в политике-то долго не живут. И сейчас руководитель рабочей группы по образованию при президентской комиссии по делам инвалидов. Я хочу подчеркнуть, что в последнее время произошли позитивные изменения в области законодательства. Конечно, это ратификация Конвенции о правах инвалидов, это 419 закон, это программа «Доступная среда». Я думаю, все наши люди будут приветствовать решение о продлении этой программы. Но сверх того, хочу заметить, еще, например, несмотря на сложные бюджеты, сохранялся уровень финансирования революционных центров, выпуска литературы для слепых, субсидий общероссийским общественным организациям инвалидов. Спасибо Ольге Юрьевне и Минтруду. 1 мая текущего года вы, Владимир Ильич, подписали подготовленные нами и поддержанные Минобранауки, спасибо Ольге Юрьевне Васильевне, федеральный закон, который расширяет возможности поступления в высшие учебные заведения для абитуриентов с инвалидностью. Но проблем довольно много, если можно, я остановлюсь на трех в образовании и двух коротко в занятости. Первое. Абитуриенты с инвалидностью, которые поступают в ВУЗы, делают это вне конкурса. Но в средних специальных учебных заведениях иногда тоже возникает конкурс. И мы просим, чтобы такие же права, которые имели абитуриенты в ВУЗов, имели абитуриенты средних специальных учебных заведений в случае возникновения конкурса. Кстати, пользуясь случаем, мне кажется, вот вы говорили про abelimics, победители abelimics должны были получить такие же права на поступление в высшие учебные заведения, которые имеют ребята-олимпиадники, победители-олимпиадники. Точно, согласен с вами. Спасибо. Второе. Мы знаем, что готовится новая редакция государственной программы развития образования на 2013-2020 годы. По нашей информации, пока вопросы, касающиеся инвалидов, там предоставлены недостаточно. Мы просим дать поручение правительству предусмотреть либо специальный раздел, либо специальный блок положений в этой программе. И, в частности, я бы обратил внимание на две темы. Во-первых, у нас создана система региональных учебно-методических центров, сокращенно РУМЦИ. Просим в рамках госпрограммы развития образования пролонгировать работу, обеспечить поддержку и, главное, тиражирование положительного опыта на всю систему нашего образования. Второе. По нашим данным, уровень обеспечения ребят с инвалидностью учебниками в России около 30%. В начальных классах лучше, где новые стандарты, в старших классах похуже. Просим либо включить этот вопрос в госпрограмму развития образования, либо, как минимум, дать поручение правительству совместно с регионами решить эту проблему, издание таких учебников в необходимом количестве. Третье. Результаты образования инвалидов надо оценивать, на наш взгляд, по их трудоустройству. Поэтому просим дать поручение проработать вопрос о целевом обучении инвалидов, об их стажировках в организациях, о трудоустройстве и сопровождаемой занятости. А теперь про занятость. Один вопрос легкий, другой сложный. Легкий вопрос. Да, начну вот с чего, уважаемый Владимир Владимирович. У нас, согласно госпрограмме, к 2020 году должны быть трудоустроены 40% от инвалидов трудоспособного возраста. Пока по разным данным от 25 до 30%. Легкий вопрос. Госдума приняла в первом чтении проект закона о сопровождаемой занятости. Просим его поддержать. Второе. В настоящее время в Минтруде готовится проект федерального закона о механизмах поддержки создания рабочих мест для инвалидов. Мы конкретные предложения в письмах передадим. Просим поручить доработать этот закон совместно с общественными организациями инвалидов и поддержать его. И последнее. В сентябре каждого года мы участвуем в выборах. Но я знаю, что часть наших коллег, ребят с инвалидностью, не могут принять участие в выборах именно по причинам инвалидности. Между тем, у нас достаточно много людей, которые могут и хотят быть активными гражданами. Просим Минюст, Центральную избирательную комиссию, проработать вопрос о снятии барьеров, которые мешают гражданам с инвалидностью реализовать свое избирательное право. Владимир Владимирович, обратите внимание. Активные инвалиды просят не рыбу, просят удочки. Я знаю, что вы любите всякие остроумные притчи. Вот я одну вам расскажу, популярную в сообществе инвалидов, если не возражаете. История, говорят, была такая. Международный аэропорт, в огромный самолет входит экипаж в черных очках, пассажиры волнуются, экипаж занимает место в кабине. Самолет разгоняется по взлетной полосе, полоса заканчивается, пассажиры вскрикивают. А второй пилот говорит первому, слушай, если бы они не вскрикнули, как бы мы взлетели? Я думаю, мораль этой притчи очень простая. Люди с инвалидностью могут все или почти все. Им нужно помочь и по возможности вовремя. Надеемся на поддержку. Большое спасибо. Спасибо, Олег Николаевич. Вы у меня прямо целую программу действий нарисовали. А мы не возражаем, Владимир Владимирович, если вы ею воспользуетесь. Я вот сейчас несколько вещей постараюсь прокомментировать. Важнейшие вопросы затронули. Один из ключевых вопросов, касающихся людей с ограниченными возможностями по здоровью. Активная трудовая деятельность. Надо, чтобы мы владели цифрами. У нас 12,5-12,6 миллионов инвалидов. Подавляющее большинство – люди преклонного пенсионного возраста. Из людей трудоспособного возраста работает сегодня, инвалид трудоспособного возраста, из них работает 25%. Но желающих работать, конечно, гораздо больше. В этой связи возникает несколько вопросов, которые вы затронули. О чём идёт речь? Первое – это подготовка, профессиональная подготовка. Поэтому я вот даже прошу прощения, встрял в ваш монолог и сказал, что полностью поддерживаю ваше предложение о том, что вот такие соревнования, как Аберликс, должны предоставлять преимущество при поступлении в ВУЗ. Это точно совершенно, потому что люди демонстрируют блестящее знание и возможности. Это первое. Нужно увеличивать количество, дальше продолжать увеличивать количество учебных заведений с инклюзивным образованием. Нужно создавать условия для того, чтобы инвалиды могли получить образование. Причём не только высшее, но и средне-специальное, современное. Вот я сейчас посмотрел, как ребята с ограниченными возможностями по зрению работают с компьютером. Просто это какая-то фантастика. Подавляющее большинство людей так не могут. Они могут на слух воспринимать всё, что там просто мгновенно проскакивает. Но я не только хочу выразить своё восхищение этими способностями и возможностями. Я хочу сказать, что это значит, что люди с так называемыми ограниченными возможностями во всяком случае имеют такие возможности, которые позволяют нам полноценно трудиться. Конечно. Вот в чём дело. И здесь возникает несколько вопросов, кроме подготовки профессиональной. Но вы знаете, что у нас есть квотирование. Конечно. Значит, этих квот у нас 33 тысячи. Используется 11 тысяч. 20 с лишним тысяч не используют этих квот. Уверен, что дело не в людях, которые хотят работать, но отказываются. А наверняка дело в том, что предоставляемые места просто людей не устраивают. Потому что экономика предоставляет рабочие места инвалидам по остаточному принципу. Это, как правило, нескоквалифицированные рабочие места и плохо оплачиваемые. Поэтому подготовка и трудоустройство, они должны быть между собой жёстко связаны. Нужно помогать людям получать современные и хорошо оплачиваемые специальности. И такие возможности современный мир предоставляет. Это современные так называемые электронные технологии, цифровые технологии. Они предоставляют такие возможности. И нужно вот это развивать. И мы будем корректировать. Я обязательно буду просить правительству, чтобы правительство корректировало свои программы подготовки именно в этом направлении. Это вот первая часть. Вторая касается бизнеса и производства. Нужно, чтобы предоставлялись места не по остаточному принципу, а по действительно уровню квалификации. И здесь тоже можно как следует поработать и в государственных компаниях, и в частном секторе. Потому что это, как правило, не стоит больших денег. Это требует только внимания. Внимания к людям, у которых есть определённые ограничения. Но эти ограничения при наличии этого внимания легко и недорого снимаются. Это целый комплекс. Должен быть мер поощрения бизнеса к этой совместной работе. На это буду настраивать соответствующие ведомства и правительства в целом, и в регионах, чтобы эта работа была проведена. А что касается того, что у нас должно быть целевой показатель до 40% трудоустроенного, к этому надо стремиться. И будем это делать. Участие в выборах, но не только в выборах, вообще граждане России, в каком бы состоянии здоровья их ни находилось, не просто могут, должны быть обеспечены всеми возможностями активного участия в политической жизни, в том числе и в выборах. Поэтому, если там есть какие-то ограничения, давайте ещё раз посмотрим с Центральной избирательной комиссией, поговорим и с законодателем, с коллегами, с Вашими, давайте поговорим. Давайте проанализируем, что там, Вы считаете, что там нужно сделать дополнительно. Ну, не на всех далеко избирательных участках элементарно есть пандусы. Понятно. Да. Та же самая безбарьерная среда. Та же самая безбарьерная среда прежде всего. Понятно. Понятно. Информационное, соответственно, информационное сообщение, чтобы люди знали, что, где, когда, куда нужно прийти и так далее, и так далее. Понятно. То есть элементарные вещи. Элементарные. Хорошо. И если можно, мы бы передали подготовленные конкретные предложения через Ваш аппарат. Спасибо. Да, ребята заберут. Коллеги заберут. Спасибо большое. Так, пожалуйста. Сейчас. Ирина Николаевна, прошу. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я представляю Центр реабилитации инвалидов в городе Брянск. Я являюсь инвалидом колесочников и вот с 2011 года возглавляю его. Наш Центр занимается реабилитацией и адаптацией с 1993 года. В этом году мы, опять же, участвовали президентом гранте и выиграли его уже второй раз подряд. Мероприятие у нас будет направлено на реабилитацию и адаптацию посредством адаптивной физкультуры, массаж и занятия настольным теннисом. Привлечены к реализации этого гранта команда из четырех человек, трое из которых с инвалидностью. У нас кандидат мастера спорта по настольному теннису и массажист, плохо видящий, закончил у нас кисловодское училище. Очень хороший массажист. И я хотела бы поблагодарить вас за то, что у нас сейчас есть такая возможность участвовать в президентских грантах и выигрывать их, и реализовывать на благо таких же людей, как мы. Спасибо вам. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Вот уже в течение нескольких лет в нашей стране выработана система государственных молодежных форумов от федеральных территорий Смыслов и Таврида до форумов округов и местных регионов. Это действительно визитная карточка молодежной политики нашей страны. Десятки и сотни тысяч талантливых, активных, профессиональных молодых людей получают там стартап, зачастую после этого получают трудоустройство, получают все полезные навыки. Ну, тут можно долго рассказывать. В соответствии с рекомендациями Федерального агентства по делам молодежи, такие форумы должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. И когда речь идет о форумах крупных, территории Смыслов, Таврида, ряд окружных форумов, это происходит. И ребята с инвалидностью, совершенно с разной спецификой и с разными интересами могут приехать и поучаствовать. В Переводском федеральном округе службу на форуме возглавляю я сам. Уже три года и десятки человек с самыми разными формами инвалидности приезжают ко мне, к моей команде и самореализуются. Участвуют от образовательной программы до дискотек, выступлений, театров и прочее, прочее. Многие, в принципе, на природу выбираются в первый раз благодаря этому. Однако на местном уровне, на региональном уровне иногда дела обстоят немножко по-другому. И, к сожалению, часто не вырабатывается эта инфраструктура, не делаются специальные кураторы, не уделяется внимания для приглашения ребят. Поэтому у нас получается такой обрыв системы, что активные, интересующиеся молодые ребята с тяжелой формой инвалидности даже у нас есть в стране. А вот самореализоваться им часто просто негде, чтобы пойти дальше наверх уже со своими проектами, со своими идеями, к трудоустройству. Поэтому я очень вас прошу, если есть возможность здесь поддержать, уделить внимание, чтобы мы могли эту систему выстроить от местного уровня до федерального. Ну и я, в свою очередь, естественно, готов работать по этому направлению, делиться опытом, сам ездить и помогать всем интересующим организаторам. Спасибо. Алексей Евгеньевич, подумаем, как выстроить эту систему. Подумаем. Хорошо? Так, чтобы она была реалистичной и работала как можно шире. И не только с федерального уровня, но и поработаем с руководителями регионов тоже. Большое вам спасибо. И, как уже упоминали многие коллеги, спасибо за новую систему фонда президентских грантов. Очень многие, те, кто не могут быть сегодня здесь, передают свои благодарности за то, что они впервые поучаствовали, а многие впервые выиграли. Это просто очень здорово. У нас стало более демократично и, судя по всему, более эффективно. Спасибо. Валерий Никитич, пожалуйста. Я, Валерий Никитич, являюсь членом комитета Организации Объединенных Наций по правам инвалидов от Российской Федерации и президентом Всероссийского общества глухих. Я хочу поблагодарить вас за то, что, несмотря на сложную международную экономическую обстановку в мире, социальная защита инвалидов в нашей стране находится на высоком уровне. Отдельное вам большое спасибо за то, от всех глухих в России и инвалидов по слуху, за признание жестового русского языка глухих. В то же время, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам за помощью. Всероссийское общество глухих много лет добивается государственной субсидии для поддержки уникального, первого в мире станционарного государственного театра мимики жестов, которому в этом году исполнилось 55 лет, где большинство профессиональных актеров и сотрудников театра являются инвалидами по слуху. Многие являются выпускниками именно вот этого учебного заведения, где мы сейчас находимся. В театре мимики жестов это не только рабочие места инвалидов, но и эффективный инструмент социокультурной реабилитации через жестовый российский язык и уникальную игру глухих актеров. При соответствующей поддержке театр может приобщать десятки тысяч инвалидов по слуху и глухих детей к традициям и наследию русской и мировой культуры. Тяжелое финансовое положение театра не позволяет ввести ему в полноценную театральную деятельность, включая гастроли. Наш театр нуждается в государственной поддержке и помощи, поэтому я вынужден вас побеспокоить. Уважаемый Владимир Владимирович, могу ли я вам передать письмо о нашей просьбе? Да, конечно, письмо передайте. Считайте, что мы её уже выполнили. Я, правда, ещё не прочитал, но мы это сделаем. А можно я добавлю? Пожалуйста. При обсуждении законопроекта о бюджете в третьем чтении постановление было добавлено, чтобы поддержать театр мимики и жеста при исполнении бюджета в 2018 году. То есть там тема эта уже учтена, но надо просто на неё обратить внимание. Ещё, Владимир Владимирович, я не знаю, коллеги скажут здесь или нет ещё, но мне кажется, что тот конкурс, обилимпикс, который прошёл, ему надо придать такой же статус, как конкурс WorldSkills. То есть потому что это где-то олимпийские и паралимпийские игры, и если мы по-равному относимся к WorldSkills, то есть по-равному относимся к олимпийцам, так же должны и к паралимпийцам. Я думаю, что здесь, если мы, WorldSkills идёт отдельным постановлением правительства, мне кажется, важно, чтобы отдельным постановлением и шло и обилимпикс, потому что это два важных конкурса, которые не только направлены на трудоустройство людей с инвалидностью, но они меняют менталитет бизнеса, который видит, каких успехов может добиться человек с инвалидностью, участвуя в этом конкурсе. Вы правы абсолютно. Это примерно то, о чём я совсем недавно говорил, на отношении бизнеса к этим вопросам. Я согласен, это у нас в третий раз проводился олимпийц, но впервые, как Ольга Юрьевна сказала, в таком масштабе опыт есть, мы его будем раскручивать. Это правильно абсолютно. Пожалуйста, Валерий Валерьевич. Владимир Владимирович, я просто добавление к тому, что коллеги говорили по поводу инклюзивного театра. Я бы хотел поддержать Александра Николаевича по поводу инклюзивного дома искусств. Мне кажется, это как раз площадка, которая была бы и для театра «Мимики и жесты», и для многих других театров, которые со взрослыми артистами-инвалидами работают. Я вам сегодня рассказывал про наш опыт с ЮНЕСКО. Это действительно тот опыт, который перенимают и французы, и англичане, и американцы и так далее. Мы делаем это очень хорошо. Есть много театров, круп-2, недослов, театр «Мимики и жесты», которые мыкаются без площадок. Негде репетировать, где-то ГИТИС выручает, где-то театр нации нам помогает и так далее. Но в целом такая проблема очень острая. Если был такой центр и образовательный, и одновременно, где можно было показы делать, это было просто прекрасно. Второй момент по поводу фильмов. Мне кажется, что, конечно, много людей у нас смотрят кино в стране, но еще больше людей смотрят телевидение. И здесь, если бы была возможность как-то повлиять на политику канала в плане документального кино, потому что есть много хорошего документального кино. Разные организации снимают жизнеутверждающие фильмы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Мы, в частности, тоже за свой счет сняли фильм полтора года назад. ВГТРК передали права за 100 рублей, по-моему, за символическую сумму. Только бы они взяли это в прокат и показали на каналах ВГТРК. Но, к сожалению, сегодня вот с документальным кино, особенно на такой социальной тематике, его, конечно, сильно не хватает. А оно имеет очень большой педагогический эффект. Но вот в качестве примера наш фильм, мы его показываем на семинарах. И вот нашим коллегам в Новосибирске дали, они его показали трудным подросткам, сказали, что, в общем, вышли другими людьми. И люди после просмотра, там такие полуркоганы, дети, в общем, вышли совершенно под другим впечатлением. И третий момент, тоже такой системный, о котором мы на культурном форуме недавно говорили, он касается создания некого портала лучших практик в сфере доступности культуры. Потому что сегодня для учреждений культуры возникает вопрос, то есть им приходит разнарядка, нужно провести мероприятие для инвалидов. Кто-то знает, как его проводить, кто-то обращается к местной общественной организации инвалидов, кто-то не знает. Если бы был портал у Министерства культуры для учреждений культуры с таким банком проектов лучших, то не пришлось бы там, я не знаю, библиотекарю в Омске сидеть и изобретать велосипед, как он провести мероприятие для аутистов или для глухих. Он разошел на этот портал, посмотрел паспорт проекта и понял, что вот есть калька, шаблон, по которому он может сделать хорошее, полезное для инвалидов мероприятие. Если бы можно было такой портал сделать, мне кажется, это было очень, так сказать, выигрышным было тоже для сферы в целом. У нас есть такие информационные ресурсы, надо посмотреть, как они работают и что-то добавить туда. Но в целом, предложение, правильно? Спасибо. Пожалуйста, Галина Яковлевна. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, Оливай Яковлевна. Я как раз директор фирмы, которая организовала производство инвалидной коллассы в Тольятти. И хотел бы вам поблагодарить за поддержку последних годов. И хотел бы добавить несколько вещей, которые Михаил Борисович уже сказал, по поводу цертификатов, по поводу аукционов. Да, вот цертификаты, я тоже думаю, что это возможность передать или полномочия выбора людям, которые востребованы, которые знают, что им надо. Я понимаю, что это вызывает иногда недоверие у плательщика, у других органов. Но я думаю, это можно решить вопрос с маркировкой изделий или что-то такое. Это все возможно. И с этим мы можем отойти от распоряжения, от аукционов. А более индивидуальный, более качественный подход людям. То, что Михаил Борисович тоже сказал, индивидуальная потребность. Он назвал это социальный статус. Я думаю, больше это индивидуальный, потому что и программ называется индивидуальный программ реабилитации. Это не только медицинская реабилитация, а реабилитация в общем. Человек, который занимается спортом или занимается активной детальной жизнью, он не может только по сегодняшней медицинской ситуации получить свои изделия или свою реабилитацию. Я думаю, как раз нам надо немножко отойти от этого закупка изделий, перейти в реабилитацию. Изготовление протезов или передача инвалидной коляски – это только маленький кусок от общей пути реабилитации. Если мы могли бы туда идти, я думаю, более правильное изделие с более эффективным результатом мы могли бы получить. От нас, от производителей тоже важно. Мы хотим делать изделия, которые востребованы, и не те, которые по конкурсу играются. В принципе, уже высказался на этот счёт. Я думаю, что вы просто подтвердили то, о чём Михаил Борисович говорил, и я подтвердил. Постараемся пойти по этому пути. Вот здесь я ещё руку одну видел. Здравствуй, Владимир Владимирович и все присутствующие взяли. Меня зовут Алексей Фирсов. С 2012 года я являюсь инвалидом. У меня ампутирована правая нога на уровне бедра. Я работаю в компании МТИС, которая на сегодняшний день является ведущим отечественным производителем современной протезно-ортопедической продукции. В последние годы государство активно помогает отечественной реабилитации, в том числе и нашей компании. Хочу поблагодарить Минпромторг России и лично министра Дениса Валентиновича Мантрова за программу поддержки нашей отрасли. Уверен, что такая работа вернёт отечественную реабилитационную индустрию на передовые позиции в мире. Хочется сказать несколько слов о возможных шагах дополнительной поддержки реабилитационной индустрии. Во-первых, сейчас нам доступны субсидии, поддерживающие проведение разработок и субсидии на организацию серийного производства. Отрасть в начале своего развития не имеет высоких прибыли. Нельзя ли рассмотреть вопрос о субсидировании затрат на апробацию реабилитационной продукции? Это необходимо для успешного перехода от этапа опытно-конструкторской работы к этапу массового производства продукции российской. Во-вторых, давно обсуждается вопрос о применении маркировки технических средств реабилитации для контроля за оборотом и для борьбы с некачественной продукцией. Возможно ли разработать модель того, как ввести обязательную маркировку с учетом особенностей реабилитационной индустрии в общем? В-третьих, может быть целесообразно сформировать единый электронный каталог продукции, который бы использовался и при государственных закупках. Такая работа ведется в других отраслях, однако в реабилитационной индустрии нужно ее увязать, разработку каталога с усилением работы по стандартизации в этой сфере. Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть эти предложения по улучшению качества жизни инвалидов. Ведь я смотрю не только со стороны производителя, но в большей мере со стороны пользователей технических средств реабилитации. Спасибо. Спасибо. У вас предложения очень конкретные, и вы понимаете, поскольку занимается этим профессионально, они требуют проработки. Мантуру похвалили, значит, он в курсе, знает, я с ним еще поговорю, нужно, чтобы здесь подключилось не только мантуру, но и Министерство финансов, что касается субсидий. Вопрос чрезвычайно важный, я понимаю. Надо посмотреть объем этих субсидий и как они могут быть организованы. Ну, это возможно. Это надо посмотреть. Значит, каталог, безусловно, очень важная вещь, особенно если будет использоваться при закупках. Но не менее важно это и в том случае, если мы будем развивать систему сертификатов. Да, это вместе к поведению, я думаю. Я как раз и говорил о каталоге, вот именно Алексей именно то и сказал, только более профессиональным языком. Нет, коротко, наверное. Ну, собственно, вот... Вот мне большой вопрос это по апробации, потому что новый, допустим, Минпромторг выделил субсидии на разработку 20 новых изделий. И если будут их апробовать именно конечные пользователи, инвалиды, и будут давать обратный ответ, то можно повысить качество за счет доработки и запустить в работу. Надо просто проработать. Можно я добавлю, потому что... Это касается и маркировки. Да, маркировки, потому что серый рынок, второй раз используют продукции. Не формальный, но это важный элемент, я понимаю. Там правительство утвердило стратегию развития революционной индустрии. Там, по-моему, вот все эти моменты предусмотрены как раз. Но вернёмся к этому ещё раз, посмотрим так, чтобы не было ничего пущено. Спасибо. Я думаю, нам нужно завершать. Хочу вас всех поблагодарить за сегодняшнюю нашу встречу, за ваши предложения, за идеи, за оценки. И надеюсь, что мы с вами в таком же конструктивном ключе продолжим работать. Все наши коллеги, которые здесь присутствовали и не присутствовали, но точно совершенно будут знать, в результатах нашей работы подключатся к реализации того, о чём мы с вами здесь договорились. Всем вам большое спасибо. Всего доброго. Удачи.